Ага. Зачем мужчине нужна женщина? Как энергия? Ну и в целом, я наверно думаю. Мужчина по своей природе, в широком смысле слова, это космос. Истинный мужчина, он получает энергию источника, знание источника. И находясь на пространстве планеты Земля, это сейчас в последнее время проявляется все ярче и ярче. Ему жизненно необходима женщина, как способ заземлиться в пространстве. Когда мужчина взаимодействует со своей женщиной, которая ему пара, которая гармонична его вибрациям, у него открывается внутренняя потребность реализовывать свои цели и задачи, для чего он собственно рожден. Это проявляется через женщину. Если женщины нет рядом той, которая соответствует ему вибрациям, в гармонии мужского и женского, у него может быть инфантильность, лень, отсутствие смысла жизни, отсутствие цели жизни. Поэтому вот так. То есть, если у меня нет инфантильности, есть у жизни цель и смысл, что за мной, скорее всего, та женщина, которая нужна. Что общего у мужчин и женщин? Что, вернее так, что общего у мужчины и женщины? Ну, обычно спрашивают, в чем разница. Об этом может очень... Да, но мы специально решили найти общность, а не развитие. Особенность любить. Особенность любить. Особенность любить. Хочется любить и быть любимым. Да, и все ищут точки соприкосновения друг с другом. Осознанно, неосознанно, ворно, не ворно. И мужчина, и женщина стремятся к этой гармонии во всех сферах. И понимание, и чувствование, и касание, и действие в пространстве. И хочется быть самим собой. То есть, и женщина, и мужчина может надевать маски, разыгрывать роли для того, чтобы показаться хорошей, правильной, сексуально привлекательной. А может проявлять себя полностью в естестве. И это будет удовлетворять и мужчину в плане «Я тебя принимаю такой, как это есть». И это тоже их общее то, что есть. Ну, любить не так просто, как об этом сказать. Хотя я согласен, что это действительно общее. Для того, чтобы познать твою силу любви, ты проходишь ряд испытаний. И когда кажется, что эти испытания непреодолимы, появляется источник энергии и любви в этих испытаниях, то это та сила. А испытания могут быть, там, два раза я был женат, там, три раза. На тебе хоть десять раз. Какая разница? Почему на одно? Ты должен играть опыт свой. Но это тоже опыт. Испытание, ты знаешь, выйти из пытки. Раз женился, у тебя там пытка. Пытка. Раз женился, опять пытка. Выходишь, выходишь до тех пор, пока тебе пытки уже не нужны. Пока нужны пытки, ты ходишь и ищешь тех женщин, которые тебе помогают это прочистить. То есть сейчас современный бомон, там, и все эти миллионеры, там, сто раз, которые друг с другом, там, туда-сюда, они по пять раз, это пытки, да? У нас сейчас нет, и для чего мы об этом говорим. Ну ладно, поехали. Следующий вопрос. Он включен? Да. Следующий вопрос. Вот так сделай.